Для тех, кто занимается в Центре юных моряков Слотилии города Бреста, с начала учебного года был ответственный день, их первый экзамен. 12 ребят, участники двух экипажей, буревестники и бригантина, соревнуясь между собой, показывали судьям, чему успели научиться не только в теоретической, но и в практической сфере. Они бойко отвечали на вопросы, показывали слаженную работу в команде и отгадывали загадки. Мероприятие под названием «Юнга года», оно у нас проходит ежегодно в феврале месяце. Здесь участвуют ребята только первого года обучения, с сентября, которые начали. Сейчас они покажут, чему их научили преподаватели, а затем мы примем их в «Юнге». Ребята у нас ходят отдельно до выпуска со школы, которые нравятся морское дело, романтика морская и так далее, потому что у нас тут не только обучение, но у нас есть и навигация, практика, походы на теплоходах, на шлюпках и так далее. На мероприятии присутствовало много почетных гостей, среди которых Валерий Касатонов, капитан первого ранга, моряк-подводник. Романтика дальних морских путешествий в свое время увлекла его, а сейчас свой многолетний опыт он старается передать новому поколению. Но главное правило остается неизменным – воспитать в каждом из них хорошего человека. Много надо качеств иметь. Конечно, надо быть сильным, мужественным, крепким, здоровым, не теряться в любой обстановке, найти выход из любой ситуации. И главное, чтобы любил море, чтобы нравилось быть в море. Настроение празднику добавляла концертная программа «О море, о героях», чтобы важный экзамен для мальчишек и девчонок не был таким напряженным. Царь Нептун, кот Матросхин из Простоквашина и другие герои посетили праздник юных моряков. Испытания проходили весело, потому что для ребят это был праздник – первый шаг их будущей профессии. Я хочу быть военнослужащим морского флота. Вот поэтому меня привлекает профессия. Хочу поступить в Россию военнослужащим морского флота в Крым. Меня привлекает эта профессия тем, что мы будем плавать на далекие расстояния и можем повязать много нового. К слову, лучшие из учащихся центра получают рекомендации для дальнейшего обучения в морских и речных учреждениях образований. Таких молодых людей, которые связали свою жизнь с морем, немало, а это говорит о многом.